Если ты не против, у нас идет запись, мы, правда, выставляем пока только в свою группу для тех, кто не мог подключиться, чтобы они могли позже войти и в записи посмотреть. Если ты не против, мы оставляем, если против, мы... Нет, все в порядке. Все в порядке, хорошо. Мы очень давно знакомы, я Эдуарда помню юношей, познакомился с ним, когда он был совсем юным, сейчас это уже взрослый мужчина, служитель, пастор, проповедник, администратор, у него очень много титулов разных, не буду говорить. Если кому-то, если Эдуарду захочет, он может сам рассказать о себе, но хочу сказать, что мне очень нравится, как он исследует Писание и как он его видит, как он передает его, поэтому я долго шел к этому, чтобы убедить его все-таки с нами присутствовать на этой встрече. Мы закончили исследование замечательной книги Откровения. Это, наверное, нельзя назвать исследованием, потому что мы, в общем-то, ну так бегло, мы, можно сказать, познакомились с книгой Откровения. Сказать, что мы ее исследовали, нет, нельзя. Для того, чтобы исследовать, надо на одном тексте иногда, иногда на одном тексте две-три темы построить, вот это исследование. А когда мы так по полглавы, а иногда и целую главу за один присест, это, в общем-то, исследованием не назовешь. Поэтому все, что у нас может быть в дополнение по книге Откровения, мы счастливы. Поэтому вот я попросил Юрия Викентьевича, я тоже знаю, что он тоже любитель исследовать Писание, поэтому следующую тему у нас будет Юрий Викентьевич представлять. А сегодня я очень счастлив, что смогу тоже вместе с вами послушать Эдуарда Анатольевича. Эдуард Анатольевич, мы очень рады. Можно просто брат Эдуард. Да, здесь большая часть северо-запада, того родного края, в котором ты совершал служение когда-то. Здесь, правда, есть и из других территорий, мы их приветствуем. Добро пожаловать к нам, тебе слово, пожалуйста. Можешь вести диалог, можешь монолог, как тебе удобно, пожалуйста. Хорошо, спасибо, добрый вечер всем сестрам и братьям. Рад видеть вас и всегда с радостью на северо-западе бывать мне. И, надеюсь, там буду ещё когда-то посещать, там родные есть и друзья, и близкие. И все, с кем пересекались, все лица, ну, именно братья и сёстры. Вот увидел здесь братьев, с кем трудились вместе. И так вот, родное, наверное, сердце, что там на душе. Добрые воспоминания, добрая память. Я так понял, что мы будем не один вечер, не только сегодняшний, встречаться. Ещё, наверное, в перспективе ещё, может быть, несколько вечеров. Мы можем тебя вообще в группу включить, и ты можешь тут захаживать регулярно. Это понятно. Вот поэтому я так думал, что сегодня будет первая тема, как бы отдельные моменты. И, понятно, тем более вы уже относительно специалисты в книге «Откровения», вы всю изучили. Вот, я ещё догадываю вас долго. Вот, но хотел бы, понятно, что, наверное, книга «Откровения» особенная книга. И за один присест невозможно изучить, и можно годы посвятить изучению, и всегда будут вопросы. Вот адвентисты её изучают уже, сколько церковь существует адвентистская, столько изучают, изучают, и новое находят, новое видение, новое понимание. Иногда спорят, иногда оно как-то перекрывает предыдущее. Вот, но всегда это расширяет возможности, вдохновляет и укрепляет веру. Вот, мне всегда книга «Откровения» особенно была интересна, нравилась, и люблю проповедовать из книги «Откровения», потому что она меня вдохновляет, и слово, которое Бог там поместил, оно тоже вдохновляет. Поэтому я так думаю, что если Бог даст, у нас будет несколько таких встреч, то отдельные темы, вот то, что мне близко, интересно, может быть, вот это, знаете, на что будет похоже, наверное, когда вот вышивается картина какая-то, картинка крестиком там или каким-то другим способом, то поначалу там где-то, например, один цвет берёшь сначала, зелёный только, и вот кое-где появляются эти зелёненькие крестики на вот этом холсте таком на квадрате или прямоугольнике, и непонятна картина, но видишь что-то зелёное, потом добавляется ещё оттенок какой-то, потом другой цвет, и начинает что-то там в некоторых местах больше, в некоторых местах меньше прорисовываться. Вот, наверное, наше исследование книги Откровения чем-то похоже на вот это. Вот вы, вот то, что сейчас изучали в процессе года или сколько у вас времени на это ушло, это добавили определённые стежки в эту картину, определённые вот эти, да, несколько там их сотни или сколько стежочков, но она не закончена ещё, и нельзя сказать, что до этого ничего не слышали те, кто изучали книги из книги Откровения. Поэтому наши вот сейчас вот эти одна, две, три, четыре, пять, может быть, встреч, сколько будет, то они добавят в эту общую картину, надеюсь, вот таких вот каких-то своих оттенков, понимания, вот, и верю, что оно тоже вдохновит. Хотел бы для начала, для вступления, поэтому ещё расскажу, что мы не будем подробно, а отдельные акценты сделаем вот из книги Откровения, что-то посмотрим поближе. И до этого ещё бы хотел вот что посоветовать. Мне что помогает в книге Откровения, видеть её, она ведь дана, она, когда дана была Иоанну, то он видел её картинами. И так ему образы были показаны, он слышал и видел. И потому, когда вы будете читать себе самостоятельно её, то попробуйте то, что читаете, вообразить, увидеть картинами, как это мог увидеть Иоанн. И оно тогда тоже по-своему оживёт. Например, когда читаешь тринадцатую главу Откровения, там написано, что заканчивается двенадцатая глава, заканчивается двенадцатая глава, а, у нас начинается тринадцатая глава этим, «И стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя». Вот Иоанн стоит на песке морском, представьте себя, на берегу, ну там где-то сидишь, наблюдаешь за этой гладью морской, красиво, приятно наблюдать вечером или когда там солнце заходит, вот эти волны вдаль, оно умиротворяет, и вдруг из воды выходит чудище, и он его там описывает. И движется в его сторону. Попытайтесь себя представить на его месте, какие были бы переживания. Вот что-то страшное, ужасное, пасть открывается, вот непонятное, огромное, вот оно движется на тебя. Желание оттуда убежать, удрать, и чем скорее, тем лучше, если силы вообще останутся. Потому что я помню, мы как-то, где же я с какой-то сестрой разговаривал, как раз на Север-Западе, еще с тех пор помню, может, это Медвежегорск был, может быть, еще где-то. Я как-то заговорили, что если в лесу вот там грибы собирали, еще что-то, и заговорили, что-то вдруг медведя, если встретишь. И она говорит, ну, встречала живого медведя. И как рассказывают очевидцы, те, кто впервые его встречают, не охотники, вот обычные грибники или люди, которые забирают, то невозможно остаться равнодушным к тому, когда его увидишь. То есть у тебя, если как там в Даниле написано, что когда Валтасар увидел на стене надпись, у него стали колено биться об одно, об другое. И это, знаете, физиологическая реакция, не подвластная тебе, контролю твоему. Я помню, когда выпускная проповедь, после завершения обучения в Заокской академии, выпускная проповедь должна была быть. И вот эта суббота, мне выходить проповедовать, вторая часть, я сижу в первом ряду, в Заокске проповедовать надо было. А там в зале, ну, народу сидит, студентов сидят, все такие специалисты, критики, преподаватели несколько, и выйти им проповедовать какому-то студенту там, который здесь в Заокске всего один раз проповедовал, где-то на одном из утренних служений. И вот ожидаю, вот приближается момент выхода, смотрю на свои ноги, колени, они просто вот так стали друг об друга стучаться, ходят в ходу ноги, стучатся. Что с ними делать? Сами по себе. И вот говорят, когда медведя встретишь, то все расслабляется и невозможно, извините, но невозможно, чтобы ты не описался, как минимум. То есть это просто все расслабляется, и из страха ты не можешь. Ну, а Иоанн, когда видит, он видит не просто медведя. Медведь это мишка там, по сравнению с тем зверем, которого он увидел. Конечно, первое желание, это убежать куда-нибудь, если силы есть. И вот он бежит в противоположную сторону от моря, а бежит, 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 чем дальше, тем быстрее пытается убежать. И вдруг из земли там, помните? Вторая часть 13 главы, из земли какой-то зверь выходит, и вроде бы на Агнца или бычка какого-то похож, а потом начинает говорить голосом дракона страшно. И он в западне, что делать? Сейчас сожрут эти звери тебя. И потом вдруг следующая картина, которую он видит, ну а там дальше, помните, этот дракон убивать, пожрать, кто не слушает, не покорится, вот описание этих. А 13-14 глава описывает Агнец, стоит на горе, и с ним 144 тысячи. Агнец закланный там описывается. И вот теперь я представляю, а что такое, какой это Агнец? И вот этот Агнец закланный, он получается, привлекает внимание этих животных на себя, становится жертвой их агрессии для того, чтобы спасти свой народ. Вот Искупитель, Агнец как Искупитель в книге Откровений. То есть просто попробуйте смотреть на книгу Откровений, именно картинами что-то будет видно. А еще слушать ее вслух. Она ведь была дана для того, чтобы ее читали вслух, написанная именно таким образом. Поэтому можно... Сегодня есть много вариантов аудиозаписи включать, чтобы прослушивать на слух. И вот слушая ее так одну за другой главу, может быть, по нескольку глав, то тоже и по нескольку раз подряд, может, ее прослушивать, будут открываться новые истины, которые Господь будет открывать. Они заговорят. Вот просто увидишь их, услышишь. Вот это поможет. Для начала сегодня несколько слов. Во-первых, главец скажу, но хотел бы в самом начале несколько слайдов показать. Если можно поделиться экраном. У меня будет работать он, да? Кто там? Олег вроде брат, да, отвечает за это. Да, сейчас. Одну секунду. Дайте возможность мне поделиться экраном. Будет две части. Получается, сейчас несколько слайдов покажу, а потом несколько мыслей из первой главы книги «Откровение». Ага, вот сейчас должно работать. Хорошо, сейчас попробуем. Есть, да? Да. Отлично. Вот посмотрите, здесь на этом слайде вы видите карту. Вот буквально перед нашей встречей, где-то за 15 минут до начала, я посмотрел, есть такие ресурсы в интернете, когда они показывают онлайн. Вот это вот сейсмическая активность Земли, землетрясения на этой карте изображены за последние сутки по всему миру. Где они были, вы видите, где наибольшая активность. За последние 24 часа вот 184 землетрясения по всей Земле было. За последнюю неделю больше тысячи, видите? А за месяц больше 4 тысяч землетрясений. Вы помните, это напоминает нам слова Иисуса, когда он говорил, и будут землетрясения по местам, прежде чем то произойдет. Воины, землетрясения и другие события. Посмотрите, вот что ученые пишут. Так, сейчас, секундочку. 12 ноября 22 года была такая международная конференция это глобальный кризис, наше спасение в единении. Группа независимых ученых 26 лет проводили исследования, наблюдали за как раз земной корой. И они фиксировали все вот эти вот изменения, что происходило в течение 26 лет. специалисты из разных стран мира фиксируют катастрофические изменения в ядре Земли. И они выработали, высчитали, такую подготовили математическую модель развития событий. И говорят о том, что уже через 5 лет будет происходить тысяча землетрясений в день на Земле. Так, что-то у меня зависло тут. А, все пошло. Посмотрите еще несколько цифр. За 40 лет, последних 40 лет, численность позвоночных животных, млекопитающих птиц, пресмыкающихся, земноводных и рыб снизилась на 52%. Наполовину уменьшилась. Численность пресноводных с 1970 года снизилась на 76%. Численность диких животных в Южной Америке снизилась на 83%. 9 миллиардов килограммов мусора ежегодно сбрасывается в океан. И больше всего это пластик. То, что не перерабатывается, не разлагается. Даже вы можете почитать, в интернете есть много информации об этом. Мусорный остров в Тихом океане существует. И этот остров размером с территорию Соединенных Штатов Америки. Если он плавает, вот этот мусор, пластик посреди океана и такой огромный остров, никуда не девается. Там гибнут животные, черепахи путаются. А вот в Тихом океане по кругу идут такие течения по кругу. И вот это все внутри там держится и скапливается, и собирается. Вот это, ну, такое серьезное событие. Посмотрите на, ну вот, когда мы видим автомобилисты, кто управляет автомобили, когда загорается вот такой вот значок на экране, на панели приборной инструментов. О чем это говорит? Какое-то это предупреждение о серьезной, да, какой-то опасности о том, что что-то нужно ремонтировать двигатель, иначе скоро машина встанет. Вот эти явления, события, вот мы только сейчас о маленькой такая часть, два штриха, скажем, провели, вот которые говорят о том, что происходит на земле. Вот они как вот этот сигнальные такие лампочки загораются, и для верующих, которые доверяют Евангелию, знают пророчество, это предупреждающие знаки о том, что происходит, и где мы с вами находимся во времени. Прошлой осенью я ехал, летел, вернее, из Москвы самолетом в Хабаровск, там проводил Ивановскую программу в Хабаровском крае. И вот здесь, с левой стороны, вы видите темная фотография, и на ней там кое-какие такие светлые точки есть. Вот эту фотографию из окна я сделал самолета ночью, когда мы летели где-то там над Россией. Что там мы пролетаем, где пролетали, непонятно. Вот эти вот, какой это населенный пункт, вот там пониже, такая овальная, как бы светлая, яркая, светлая точка, это огни какого-то города, где-то там в Сибири, в тайге. Вот что за город, не знаю, где мы летим, не понимаю, тьма полная, кругом темно, в иллюминатор ничего не видишь. Но на переднем сиденье передо мной сидевшем был такой маленький экранчик у каждого пассажира, на котором можно включить и увидеть, там кто-то рисует на экране, можно увидеть вот такую картинку, вот как здесь вы видите правую, земной шар, вот там города основные, вот территория России, траектория полета самолета, где мы находимся в отношении вот от того, от того, где мы начали свой маршрут, и где мы его вот, где мы остановимся. Кто-то там так из Наталия, кто-то рисует на экране. Вот, показывает. Книга Откровения чем-то похожа на вот этот экран. Мы не представляем и не понимаем, где мы с вами находимся во времени, что происходит, где, как долго, где земля находится. Но вот эти события, которые мы видим, и книга Откровения это как вот этот маршрут, вот эта карта, которая показывает нам, где мы во времени находимся и куда движемся, какова цель наша. Вот в этом смысле книга Откровения это как этот навигатор, который помогает нам сориентироваться в пространстве, во времени. И об этом и написано, помните, апостол Петр говорил, 2 Петра 1,19, что пророчество, оно как светильник, сияющий в темном месте, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему. Вот поэтому ценность книги Откровения в этом, что она помогает нам понять, где мы находимся. Через Амоса пророка Господь говорил, Господь Бог ничего не делает, не открыв свои тайны рабам, своим пророкам. Цель книги Откровения, вот первый текст, в первой уже главе, первый текст, и вот третий стих. Блажен, читающий, слушающий слова пророчества всего и соблюдающий написанное в нем, ибо время близко. Уже здесь акцент на вот такой практической стороне книги Откровения. Книга Откровения не просто для того, чтобы мы что-то узнали, это мало, мало что-то знать. Цель книги Откровения, чтобы что-то изменить в нашей жизни, приготовить Божий народ к тем событиям, которые будут, помочь им пройти через них и приготовить к будущему, к встрече с ним. То есть, цель ее, это привести к какому-то изменению образа жизни, к соблюдению чего-то, к перемене в жизни. Поэтому блажен будет тот, кто будет соблюдать написанное. И еще, книга Откровения говорит нам о будущем, но языком прошлого. А поэтому, чтобы понимать книгу Откровения, нужно знать Библию, нужно знать прошлое, нужно читать ее вместе, в связи со всем предыдущим писанием, понимать, изучать ее, вот так вот, именно во взаимосвязи тесной со всем писанием. Взаимосвязь всего писания в Откровении очень четко видна. Одна часть объясняет другую. И вы помните эти слова апостол Павел в 1 Коринфянам в 10 главе написал, что все то с ними в прошлом происходило как образы, а написано для чего? В наставление нам, достигшим последних веков. И вот о чем говорит книга Откровения, одна из вестей, о том, что время вышло, времени уже практически не осталось. Пророчества исполняются, рассказка близкая, Откровение 12.12. Итак, веселитесь в небеса, обитающие на них, горе, живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. И вот это о том, что немного остается времени, написано было, это когда? Это не вчера, не позавчера, а почти 2000 лет назад, ну, чуть меньше, чуть меньше 2000 лет назад. Немного было времени, но уже 2000 прошло, так сколько это немного? Сегодня, когда мы видим, что происходит, понимаем, что совсем уже времени немного. Книга Откровения, это ответ, ответ церкви на ее вопросы, потому что когда Иоанн, Иоанн, Иоанн где находится в этот момент, когда получает Книгу Откровения? Он на на острове, что он там делает? Путевку купил, в Грецию отправился, туда отдыхать. Сегодня многие в Грецию ездят отдыхать, мечтают когда-нибудь поехать там на берегу Средиземного моря в Греции, пробовать отдохнуть. Но он-то там не отдыхает, не загорает, как может быть кто-то был подумал. Чем он занимается на Патмосе? Интересно, когда вот я узнал этот момент, вот у меня это тоже, кстати, помогло понять какие-то вот моменты и вот эту первую главу и вообще книгу Откровения зачем она дана? Пока вот просто читал я, Иоанн, брат ваш, соучастник в скорби, в царстве, в терпении Иисуса Христа, был на острове называемом Патмос за слово Божие, за свидетельство Иисуса Христа. Ну, можно представить себе, что он там как Робинзон Круза на необитаемом острове. Вот бедный, несчастный, конечно, он охотится там за козами, баранами, ищет, что бы ему поесть. Но вот как Робинзон Круза. Иногда, знаете, я смотрю так, когда устаешь, поскольку деятельность моя служения связана с тем, что много с людьми приходится, и устаешь от этого, от общения человеческого, того, что много людей всегда, и это эмоционально где-то вот истощает. Вот, и иногда хочется убежать, убежать куда-то просто вот на необитаемый остров, и там побыть неделю, две, три, месяц, может быть, без никого, просто отдохнуть. Вот как Робинзон Круза. И это что-то такое вот романтическое кажется, но и у Иоанна совсем другие обстоятельства были. Когда я стал исследовать этот вопрос, обнаружил, что оказывается во времена Иоанна там на острове Патмос были каменоломни, куда ссылали рабов в наказание преступников перед законом, перед государством, где они тяжело в этих рудниках под землей выламывали камни, в этих пещерах дышали этой пылью, и они там работать должны были. И вот когда Иоанна, вы слышали, наверное, что есть свидетельства, насколько они достоверны, но мы так, других нету, и Лена Вайт с этим соглашается, поддерживает, и мы принимаем, что Иоанна сначала казнить, решили котел с горящим маслом кипящим бросить, и это, вроде бы говоря, там чашу какую-то ядовитую сначала дали выпить, не повредила, потом в котел с кипящим маслом он остался жив, ну тогда, раз его ничего не берет, не убивает, его сослали туда, на остров Патмос, где он должен был вот в этих каменоломнях, к вечной двигателе, коль не умираешь, ну тогда будешь вечно пахать на Рим. и вот теперь представьте себе, а как рабы, вот которые были в рабстве и работали на каменоломнях, какие у них права были, попытайтесь представить, вот и описать их, вот может быть где-то в фильмах, бывает эпизоды показывают, вот как они там трудятся, камни ломают, вот какие права у рабов там, есть ли у них пятиминутки на отдых, там, я не знаю, еще какие-то преимущества, выходные, праздники, может быть, в честь Бога Юпитера там какой-то выходной день устроили, Новый год на 1 января, отдых всем дают, 10 дней им, рабам, сегодня вы не работаете в честь того-то, того-то или еще. Нет, никаких выходных, им даже есть там, я не знаю, давали или что там им давали, относились как к животным, как к машинам. И вот теперь представьте, Иоанн среди этих рабов, он работает там, пашет, их еще хлыстом, кнутами подгоняют, и вот приходит пятница вечер, суббота утро, всех рабов выгоняют на работы. А Иоанн что, у него есть зеленый билет? Извините, я адвентист седьмого дня, и сегодня на работу не пойду. И как? Скорее всего, он работает как еврей, человек верующий, не пошел, и что это, чем ему это отозвалось? Каков итог? Скорее всего, за непослушание, а когда раб отказывался работать, проявлял какую-то свободу, возмущение, еще что-то, их жестоко избивали за непослушание, и чтобы неповадно было другим. И вот я представляю себе, что в эту субботу, а это откровение, которое он получает, первое, по крайней мере, видение, он видел в субботу, Иоанн был жестоко побитый. Вот он лежит где-то там в пыли, больно, он избитый, кости, может, переломаны какие-то, старик уже, как старику воспринимать побои, плеткой били, еще чем-то. И вот здесь у него вопрос, Господи, но где же ты? И поэтому он имеет право написать, когда пишет, что я соучастник в скорби вашей. В это время, когда христиан там, на материке, бросают зверям на растерзание, где-то в амфиотеатрах они погибают. Иоанн, который просто отдыхал на острове, он бы не мог написать, я соучатель в скорби, я тут в одиночестве страдаю. Нет, он физически страдал, как и они. И вопросы перед Богом, Господи, где ты, где та помощь, которую ты обещал, что с твоей церковью происходит? Ее разрывают на части, нас убивают, мучают, пытают. Где ты, Господи? Нам нужна твоя помощь, твои ответы. И вот книга Откровения, это есть ответ страдающей церкви на ее вопросы, на ее стенание, на призыв ее. Вот здесь, в этом смысле, книга Откровения, это книга вдохновения, которая призвана ответить, поддержать страдающих, у которых есть много вопросов, дать им силы, пережить то, что приходится пережить и дождаться освобождения от Господа. Какова еще цель книги Откровения? Первое, это открыть Бога. Так, и, наверное, ну вот этот слайд мы увидим, сейчас будем тут несколько слов еще скажем об этом, в Откровении Иисус между светильниками. Бог желает книгой Откровения приготовить свой народ к суду, ко второму пришествию, потому предупреждает и призывает к покаянию, оставление греха, неправды, к изменению жизни, но прежде же зовет к изменению ума и вдохновляет на верность. Ну вот это несколько слайдов, которые хотел вам перед началом просто показать и такое вот видение сделать. Мы живем с вами накануне каких-то особых событий. Мы уже переживаем события необычные для нас, войны, болезни, которые затрагивают весь мир, войны затрагивают весь мир. Мы приближаемся к пришествию. И весть, которую несет книги Откровения, одна из вестей, это близость второго пришествия. Даже вот введение, вступление книги Откровения первые восемь текстов. Здесь вот в первом тексте надлежит быть вскоре. Третий текст, время близко. В четвертом он грядет. В седьмом он грядет. В восьмом тексте он грядет. То есть несколько раз, всего несколько текстов акцент делается на близости пришествия Креста и на скорости его прихода. Кроме того, что книга Откровения пытается показать, и мы потом покажем вам в нескольких моментах книги Откровения, как вот Господь передает это вдохновение, чтобы уверенность дать надеющимся на него. Вот его здесь, он в каком виде предстает в книге Откровения? Последнее слово восьмого стиха первой главы книги Откровения. Вседержитель. Вседержитель. Вседержитель это вот особый статус, особая сила, это то, каким Бог в книге Откровения в нашей жизни и в истории. Он тот, кто все держит. Что бы ни происходило в нашей жизни, в истории, политике, между государствами, в наше время, на нашей улице, в нашем доме, в наше время, Господь всем управляет. Что значит Вседержитель? То есть, Он все контролирует, всем контролирует, всем управляет, и здесь нет исключения. Или все-таки есть события, которые Ему не подвластны. Абсолютно всем управляет. И посмотрите, все Писание, там множество историй, откровения Бога в истории, когда Он абсолютно всем управлял. Он об этом говорит. И даже если посмотреть историю, книга Даниила, она взаимосвязи идет с книгой Откровения. Ведь она кому дана? Народу, который определенные вопросы к Богу были. Что происходит? Когда они в плену оказались, когда проиграли в войне, и они-то воспринимали Навкадоносора, его армию, как врагов, которые лишили их, пришли, завоевали, лишили их мира, лишили благоденствия, убили многих родных, близких, родственников потеряли. Как они к ним относились? Ну, понятно, кто, большая часть с ненавистью, как завоевателям, агрессорам. А интересно, и потом вдруг через пророка Даниила и Иеремию, они узнают, и там Господь говорит, это я послал его к вам на уходоносора. Я ему сказал прийти и вот это все сделать с вами, наказать вас, завоевать. Опа! А это совсем другой взгляд на эти события. Поэтому все, что бы ни происходило, у нас может быть много непонимания вопросов, но Бог здесь предстает в книге «Вседержитель». Он всем управляет. И только с этой точки зрения нам нужно смотреть на происходящее. С позиции того, что все находится под Божьим контролем. Мы всего, мы, может, не понимаем, есть вопросы, но мы точно знаем, что это под Божьим контролем. И главное нам остаться ему в этих обстоятельствах верными, а он позаботится и сохранит нас. Он грядет скоро. Кстати, вступление книги «Откровение» и заключение, они параллельны те же самые темы. И во вступление акцент на втором пришествии Христа и в заключение тоже акцент на втором пришествии Христа. Книга «Откровение» целью убедить нас в том, что второе пришествие непременно будет и оно обязательно будет и будет скоро. Неоднократно повторяются эти слова «Скоро приду». Скоро приду. Даже, ну, сейчас забегу вперед и в контексте этого я сижу на полу, тут даже стола в комнате нету у кровати на полу. Вот помните послание семи церквям? Одна мысль только оттуда скажу. Вот если проследить за движением Христа вот в описании каждой церкви, то мы там увидим его движение, динамику его движения. И начинается здесь, это как раз в обращении, там, где он призывает к покаянию церковь. Он говорит «Покайся и твори прежние дела, если не так, скоро приду к тебе». Вот в Ефес, когда весь, он говорит «Я скоро к тебе приду». Потом смотришь следующую, он опять говорит о том, что я буду снова говорит о близости пришествия, где там следующий. «Покайся» 16 стих, 2 глава «Если не так, скоро приду к тебе и сражусь с тобой». Потом опять в этой же главе «Только то, что имеете, держите, пока приду». То есть акцент на том, что он вот-вот должен прийти. Он все время говорит «Я скоро приду, что-то делайте, потому что я приду». Потом дальше в 3 главе опять эти слова мы находим, когда он говорит 11 стих «Все гряду скоро, держи, что имеешь, дабы, кто не восхитил венца твоего». И вот Ладийкийская церковь, последняя церковь по времени в истории, когда уже после этого больше ничего не будет, она последняя в истории. Вы помните о его движении, что там сказано вести к Ладийкийской церкви? Если до этого в предыдущих церквях звучит «Я скоро приду, приду к тебе, непременно приду, все гряду скоро», а вот как звучат слова в отношении к Ладийкийской церкви, здесь, в отношении его прихода? Он стучит в дверь уже. Знакомый. А? Как? Уже стучит в дверь. Точно. Он говорит «Се стою у двери». Вот это слово «се» очень часто в откровении встречается в Библии маленькое из двух букв «все». Оно означает «смотри, посмотри, вот оно». То есть призыв посмотреть. Он говорит «посмотри, я уже у двери стою». А что, о чем это говорит? То есть мы, которые живем во время Ладийкийского периода истории церкви, по времени, по отношению с первыми христианами, он, пришествие к Христа, это уже «вот он уже здесь у двери». Да знаете, какое у меня такая картина какая в голове? Это когда ждешь гостя, гостей ждешь, готовишься к ним там планом столько всего наготовить, вот и по времени рассчитал, вот они должны там в 7 часов или в 8 прийти, у тебя еще есть это, это делаешь, это, то не успеваешь это сделать. Думаешь, ну и напоследок уже перед самым приходом, ну не будешь же одевать чистую одежду, пока еще готовишь на кухню. Оставляешь на потом, как придут они. Перед самым приходом одеться уже чисто и уже просто встречать гостей, чтобы не запачкать. И вот у тебя еще смотришь по времени, еще есть время еще переодеться, и вдруг слышишь звонок в дверь, и они уже пришли. И вот оно, ты думал, что у тебя есть, но ты уже, уже не успеваешь, потому что они уже у двери стоят. И вот приходится встречать их вот в этом фартуке, какой есть, непричесанный, может быть, неумытый, вот какой есть. И вот здесь картина вот такая Христа, он стоит уже у двери, вот он здесь, он уже пришел. Это о неминуемости и скорости и о времени, о том, что нам нужно вот серьезно сегодня думать, время, в котором мы живем, это время, когда вот он вот-вот-вот и скоро придет. Как бы, и много раз это будет звучать в книге Откровения, чтобы вот бодрствуй, потому что для тебя может быть это неожиданно случится. И еще одну мысль, последнюю хочу сказать, вот сейчас из первой главы. Вот она тоже очень важная и особенная, и она вдохновляет. Вот когда вы мыслите себе и представляетесь, поделитесь впечатлениями, вот где, вот как вы мыслите небо, Христа, небесное святилище, где он находится, где это находится. Вот когда попытаться вот так в пространстве, в воображении, вообразить, где это находится, где-то, когда вы молитесь, куда вы свои молитвы шлете, вот так, если пытаетесь представить, что где-то Иисус, где-то он там слышит их у престола, перед Отцом, ходатайствует, принимает эти молитвы, где это находится. Думали вы об этом, когда поделитесь несколько реплик? Кто на связи, сёстры? Ну, далеко на небесах, там где-то во Вселенной, как говорят, где-то в созвездии Орион, такая даль, но он нас всё равно видит и слышит. Да, потому что он всеведущий и всемогущий, да, вот такой, он видит далеко, он видит бесконечно, но мы себе представляем, что это где-то там далеко. И я как-то тоже этот вопрос... Да. Или близко, потому что... Я как-то исследовал этот вопрос, думаю, да, поделитесь с Истролю. Ну, мне кажется, что наоборот, когда ты молишься и за всё благодаришь и понимаешь, что он настолько к тебе близко, вот как правильно сказано было, все стою у двери и стучу, и даже если ты что-то неправильно подумал и тебе потом становится стыдно и думаешь, ну надо же, вот как Господь тут же тебя обличает и в то же время ты понимаешь, что он рядом и он тебя не осуждает, а помогает. То есть наоборот... Да, точно, смотрите. Вот сейчас вот две сестры высказались и примерно вот мы между этими двумя полюсами находимся. С одной стороны, когда мы пытаемся географически в пространстве где-то представить, созвездие Ореон, это где-то там, очень далеко. Но когда мы молимся, мы ощущаем в молитве, что он близко, правда? Вот что он где-то вот тут, он рядом, он прямо вот здесь, вот рядом с твоей кровати, он слышит тебя. Вот это таинство, которое происходит, вот я сейчас об этом скажу, и оно здесь в первой главе книги Откровения описано. Я как-то обратил на это внимание, решил посчитать, почитать, поискать. Значит, если предположить, как так кажется, что где-то там в районе созвездия Ореон находится центр Вселенной, престол может быть Божий где-то там, то чтобы добраться туда, если бы можно было изобрести корабль космический, который будет лететь со скоростью света, а скорость света, помните, какая? 300 тысяч километров в секунду, по-моему, да? Верно? 300 тысяч километров в секунду или в час? Или в минуту? Не знаю. Не знаю. В секунду, в секунду. В секунду. Вот смотрите, 300 тысяч километров в секунду, это трудно даже представить какое-то расстояние, потому что длина Земли по экватору, вот один оборот, это 40 тысяч километров. Чтобы облететь Землю по экватору, 40 тысяч километров. А 300 тысяч километров, это сколько будет, если 300 разделить на 40? Кто там быстро? Восемь. Почти восемь. 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 Восемь раз. Это получается за секунду, если бы лететь с такой скоростью в секунду, восемь раз облететь вокруг Земли. Какая скорость? Так вот, смотрите, если бы изобрести такой корабль, который бы летел со скоростью света 300 тысяч километров в секунду, то до созвездия Орион, самой ближней звезды из этого созвездия, нужно было бы лететь 50 тысяч лет. С такой скорость. 50 тысяч лет, это Земля столько даже не существует в своем греховном состоянии. Да, она там 6-7 тысяч лет, вот около того где-то. Молодой возраст. Это ж, чтобы долететь туда, это ж надо такую экспедицию снарядить, сколько надо продуктов, то там поля какие-то нужны, чтобы выращивать эти продукты, и хватило их. Это не одно поколение сменится, знаете, одна семья вылетела, а пока долетят, сколько их сменится там, чтобы это было. Вы понимаете, да, вот насколько это далеко, созвездие Орион. Вот здесь обратите внимание на слова в первой главе Откровения. И обратился я, чтобы увидеть, чей голос, говорившись со мной, и обратившись, увидел семь золотых светильников. И посреди семи светильников, подобного сыну человеческому, облеченному в падиры, по пертиям поясанного золотым пояса. Он ходит среди семи светильников во святилище. Какое это святилище? Небесное, да? Где-то там, где Божий престол. И в то же самое время, то есть это где-то вот там, далеко у Божьего престола. С другой стороны, посмотри на следующий текст, двадцатый. Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников, есть сия. Семь звезд, суть ангела, семи церквей. А семь светильников, которые ты видел, суть семь церквей. А церкви где находятся? Семь церквей, о которых речь идет, вот здесь пойдет во второй, в третьей главе. Они здесь, на земле. Вроде бы светильники, семисвечник, он там в святилище перед Богом, но и одновременно он же здесь, на земле. И вот это вот великая истина Евангелия. Благодаря тому служению. То есть между нами и Богом величайшая пропасть из-за греха. Вот как от нас до созвездия Орион, как минимум. Это невозможно, недосягаемо до нас, для нас. Между нами и Богом величайшая пропасть. Между нами, нашими молитвами, нашим пониманием обстоятельств, ситуации, величайшая пропасть и тем, где Бог находит. Как бы громко мы не кричали, наши молитвы, ну, они вот там же вверху, если вдруг с парашюта лететь, километре над землей, я думаю, что не услышишь, даже если отсюда со всей громкостью человек будет кричать, там не услышишь это. Что говорить за вот эти сотни тысяч световых, да, лет, километров, которые туда. С другой стороны, благодаря служению Иисуса в небесном святилище, на Голгофе и во святилище сегодня, благодаря тому, что он делает. Небо и земля становятся очень близкими, небо становится прямо здесь, рядом с нами. Поэтому, когда мы молимся, наши молитвы и наше восприятие, ощущение во время молитвы, вот он здесь рядом, он не там за бесконечностью далеко, а он тут рядом со мною. Это благодаря чему происходит? Благодаря тому служению, которое совершает Иисус для нас. И вот об этом Елена Уайт пишет, если вы происследуете это в разных местах, у него много об этом, что, когда мы молимся, Иисус к нашим молитвам, вот этот образ в книге Откровения, что он наполнил чаши молитвами, вот это как фимиам перед Богом, к нашим молитвам он свою святость, свою праведность присоединяет, и тогда эти молитвы становятся благоугодными и приятными Богу, и он их принимает и слышит. И это все только потому, что Иисус делает это для нас. То есть служение Иисуса сегодня в небесном святилище для нас просто жизненно важно и необходимо. И вся книга Откровения, она взаимосвязана с служением Иисуса в небесном святилище, потому что книга Откровения и действия Бога, которые там описываются, это ответ Бога на молитвы его детей. И мы потом еще с вами об этом чуть скажем, как Господь уже сегодня в книге Откровения показывает. Он отвечает на те прошения, вопросы, доколе, Господи, ты не начнешь действовать, не мстишь, когда же ты исполнишь свое слово, когда Господь, как исполняет и где он это в книге Откровения показывает, мы еще посмотрим. И закончить хочу вот историей. По-моему, так, 11 11 октября, что ли, или сентября, 11 сентября, наверное, 2011 года. Помните, в Японии было цунами большое, и которое вызвало разрушение на этой Фокусиме, атомной станции в Японии, Фокусиме. Помните вот эти события? Давненько уже, уже прошло сколько лет. Но, и интересно, я тогда как-то в то приблизительное время, после того, он не смог эту историю опять найти, нужно было мне. Но я ее тогда нашел и прочитал в какой-то где-то в английских источниках. Значит, там, ну, сравнительно недалеко от этой местности, где вот эти, вот эта атомная электростанция Фокусима была, там в одном из городков совершала миссионерское служение адвентистская семья. Муж с женой и трое детей. Самый младший у них, ему меньше года было, маленький ребеночек. Вот, и они описывают, говорят, когда это произошло, там же землетрясение, вместе с цунами были еще ряд землетрясений, причем эти землетрясения периодически, вот в течение суток, вот трясло землю с перерывами небольшими. И вот они все выбежали, это осень, да, это сентябрь или октябрь был, осень была уже, говорят, прохладно, дождливый день был, вот они все выбежали на улицу, а в дом зайти боятся, потому что вроде бы не трясет, везти начинает, и вдруг на тебя там завалится. Вот, и так они замерзли все, кушать хотят, вот простояли целый день вот на улице, так. Потом вот, когда уже вошли в дом, вроде бы успокоились эти толчки под землей, и говорят, самое сложное, что было тогда в тот период, это, ну, продукты какие-то еще были, магазины там перестали какое-то время работать, но самое худшее не было воды, не с чем кушать готовить было, не с чем пить, вот, ну, какие-то, люди же не, не ожидают, что завтра вода на неделю закончится везде, и у кого столько запасов есть, ну, пару бутылочек, где-то там, всегда с крана, когда вода течет, то особых запасов у тебя дома нету, и вот так и у них, и вот, а пить нечего, ну, взрослые еще как-то чуть-чуть потерпят, а как маленькому объяснишь, вот, и когда уже не в Магатул, вот они, ну, думают, ну, что же делать, ну, как быть, а воды нигде нет, потому что землетрясения порушили вот эти системы водоснабжения, пока их наладят, и он говорит, делятся они опытом, в какой-то момент мысль такая приходит, а они жили при молитвенном доме, небольшой молитвен дом, зал был, где собирались, и была комнатка, где они жили, у них воды нет, он думает, а там еще кран есть, вот, рядом с залом богослужения, где руки помыть можно, вот, когда в церковь приходят люди, пойду там воду проверю, мысль такая у него, ну, во всем городе нет воды, у них нету здесь рядом, с этой же трубы течет кран, вот, в соседней комнате, нет у них воды здесь на кухне, но мысль такая, идти там в церковь проверить, он выходит, берет бутылку, а жена спрашивает, ты куда идешь, я говорю, пойду посмотрю воду, там по соседству, в этой комнате, заходит туда, открывает кран, а оттуда тоненькой струйкой бежит вода, быстро бутылку подставляет под нее, и вода бежит, 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 наполнилась бутылка, а вода еще продолжает бежать, он кричит, жене зовет ее, неси сюда бутылку и еще, она приносит вторую, а вода продолжает вот так тоненькой струйкой, вот чуть-чуть, чуть-чуть, но бежит, наполнилась вторая бутылка, говорит, давай, пока есть вода, неси все, что есть, сколько хватит нам, и вот они собрали банки, какие-то бутылки, все, что было, кастрюли пустые, принесли, и вот сколько было емкости, вот они всю заполнили водой, и он говорит, давай, что еще есть, а больше нет пустой емкости, и вода закончила, знаете, когда я эту историю почитал, о чем она мне напомнила, как вы думаете? Я думаю, что вам о том же. Масло, когда не заканчивалось, у вдовы. Совершенно верно, знаете, о чем эта история мне сказала, и об этом говорит книга Откровения нам, что наш Бог, Бог истории, это тот же самый Бог, который был Богом две тысячи, три тысячи лет назад, которым мы читаем здесь Библии, истории, вот эти удивительные, что происходили, тот же самый Бог, которому мы верим, он и сегодня. И вот он дал нам книгу Откровения, которая взаимосвязана со всей Библией, со всеми прошлыми историями, чтобы сегодня вдохновить нас, доверять ему, когда будут сложные обстоятельства, что наш Бог, Вседержитель, который с нами и сейчас, как был с Божьим народом в прошлом, он нас не оставит, он поддержит, он знает наши обстоятельства, и у него в запасе вот этих чудес, чтобы спасти и помочь своим детям, чудесно проявить себя в их жизни, просто тысячи разных путей, о которых мы даже не представляем. Поэтому, дорогие сестры и братья, читайте Божье Слово, вдохновляйтесь, и помните о том, что Господь, Он Бог верный, и Он Вседержитель, Он вас любит, и у Него есть особый замысел для вас, чтобы благословить и всех в итоге спасти. Пусть эта суббота принесет всем нам радость, потому что мы с вами будем молиться и придем поклоняться завтра Богу, вот тому Богу, о котором мы сегодня еще раз услышали. Спасибо большое. Спасибо, Эдуард. Спасибо. Удивительно вдохновляющие слова. И как-то по-другому, правда, взглянули мы сегодня на книгу Откровения. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое, да. Да. Надеюсь, что мы сможем встретиться, может быть, и в следующий раз, потому что Юрий Викентьевич как раз в это время через неделю будет в поезде. А если бы ты с нами еще мог один раз... Давайте тогда, может быть, несколько встреч мы еще со мной проведем, а потом, когда я закончу, вы уже с Юрием продолжите. Да. Хорошо. Хорошо. Будем тогда ждать. Когда вам надоест, вы скажете, уже давай вот Юрию послушаем. Нет, сегодняшняя встреча просто вдохновила. Да, спасибо. Спасибо огромное. Ждем такой же встречи в следующий раз. Эдуард Анатольевич, мы обычно завершаем молитвой. Да, я понимаю. Хотел спросить тебя, с нами молитву, пожалуйста. Угу. Субтитры создавал DimaTorzok